Более полугода без татами – это мучение. Такой долгой паузы без поединков в карьере трехкратной чемпионки Европы Анжелики Терлюги еще не было. Тем не менее, она очень надеется, что соревнования все же вернут хотя бы осенью. Когда будут снова турниры у вас, международные этапы, а у тебя уже лицензия на Олимпиаду есть. Ты будешь в них участвовать и набирать просто для себя рейтинг? Или как ты планируешь проводить соревнования? Я планирую участвовать по-любому, потому что я скоро сойду с ума. Если я не поеду на соревнования, то просто я уже чувствую, что меня как из клетки выпустят. Я уже даже не знаю, что я буду делать на татами. Мне этого очень сильно не хватает. Я очень надеюсь на то, что чемпионат Европы, который отменили, что его все-таки проведут в этом году. Потому что я считаю, что это невозможно, неправильно, если просто его не состоится. Но как это год прошел без чемпионата Европы, без континентального турнира? Для меня это, ну, у меня в голове это не укладывается. У нас по плану календарю есть чемпионат мира, который проходит раз в два года. И именно в этом году он должен проходить. Опять же, для меня тоже будет очень сильным ударом, если его тоже отменят или перенесут. Во время карантина Терлюга постоянно тренируется индивидуально и поддерживает себя в хорошей форме. Сейчас я убрала подготовку суперусиленную, которая у меня была перед соревнованиями. Сейчас я тренируюсь раз в день, три раза в неделю карате и три раза, два раза в неделю функциональной тренировки. Стараюсь наслаждаться возможностью свободного времени, то, что у меня нет поездок. И стараюсь сейчас этим насытиться на максимум. И я очень сильно скучаю по своей прежней жизни. И мне уже очень хочется поскорее, чтобы открыли границы, чтобы я могла уже поехать на международные сборы, чтобы я могла уметься со своими всеми друзьями, чтобы я уже наконец-то могла подраться на соревнованиях. Потому что я тренируюсь, я не теряю форму. Я готовлюсь к тому, что откроют когда границы. И нам назовут первый турнир, я хочу уже подойти к нему в хорошей форме сразу. Одесситка принимает участие в различных онлайн-проектах, в Инстаграме и других соцсетях с участием известных спортсменов. Благодаря тому, что есть карантин, появилось очень много времени для развития в онлайн-тренировочном процессе. Я развиваю свою страничку в Инстаграме. Я сейчас участвую в проекте, который называется Body and Mind Training Camp. Там также участвуют знаменитые спортсменки, еще три. И мы проводим по два раза в неделю или три раза в неделю. Там, в общем, 10 тренировок. Это две недели такой тренинг-кэмп. И поэтому я сейчас в лайве выкладываю каждые четверг в 10 утра тренировку на петлях. Кроме того, наставник Лики Денис Морозов стал одним из тренеров новой всемирной виртуальной академии карате. Это онлайн-платформа, где можно будет тренироваться с другими именитыми коучами из любой точки планеты. Денис Валерьевич, он же топовый тренер во всем мире. И я не сомневалась в том, что когда будет вот этот период карантина, то очень много человек ему сразу начнет предлагать и проводить онлайн-семинары, мастер-классы. И да, он мне предлагал участие. Но я, конечно, сказала да. Но пока что не было никакого мастер-класса или семинара с моим участием. Терлюга рассказала, что мечтает в будущем стать телеведущей. Она уже запустила собственный проект – интервью со звездами спорта в стиле лайф. Она уже записала чемпионку европейских игр под зюдо Дарью Беладид, еще одну подопечную Дениса Морозова, чемпионку мира Европы Ирину Зарецкую и пятикратного чемпиона мира и одиннадцатикратного чемпиона Европы из Азербайджана Рафаэля Агаева. Я ему сказала, Рафаэль, давай мы с тобой представим, что ты в финале НПС Игр, кого бы ты хотел видеть своим оппонентам? Он ответил мне на твой вопрос и начал потом перечислять всех остальных. Я говорю, нет, ну это все-таки ты говоришь обо всех спортсменах, но конкретно кого бы ты хотел видеть перед собой в финале, вот если мы с тобой как бы провизуализируем и помечтаем немного, то это был бы тот. И мне понравилось, как он ответил мне. Он мне говорит, в смысле помечтаем? Нет, я не хочу мечтать, я хочу реально выиграть. И я посмеялась, и в этой шутке есть доля правды. Он мне говорит, Лика, для меня Олимпийские игры – это все. И если я проиграю, я умру. Ну и напоследок спортсменка рассказала о своих хобби и увлечениях на карантине. Я сейчас в последнее время увлеклась кулинарией. Это очень странно, на меня это вообще не похоже. Но так как очень много свободного времени, то я уже за период карантина купила себе новые сковородки, купила блендер, там начала делать какие-то блюда, которые раньше там не делала. Какие блюда выучила за это время? Ну вот я приготовила, у меня был там сырный крем-суп. Он в моем ТикТоке набрал уже больше 16 тысяч просмотров. Словом, карантин карантином, а активная жизнь даже в условиях самоизоляции продолжается. Главное – желание. Дмитрий Богомолов, телеканал «Репортер».